В эфире телеканал ННТ новости Дагестана в студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. 952 миллиона на подготовку сетей к зиме. На что энергетики потратят деньги? Смотрите через минуту. Вкусный плов около военкомата. Житель Кизлярского района каждый день бесплатно кормит и угощает чаем мобилизованных и их родственников. 90 лет гражданской обороне. В честь даты МЧС провел день открытых дверей для школьников. Путь в большой футбол. В Дагестане стартовали игры регионального этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Около 73 тонн зараженных овощей и фруктов обнаружили госинспекторы Россельхознадзора на складе временного хранения на юге Дагестана. Таким образом, на российский рынок не попали салат, айсберг, свежий перец и сливы. В пяти товарных партиях продукции из Ирана и Грузии специалисты выявили карантинные вредные объекты. В связи с этой ситуацией было принято решение о возврате грузов в страны-поставщики. Экс-глава Дербенского района получил 9 лет колонии за земельные махинации. Преображенский суд Москвы признал Магомеда Джалилова виновным по трем эпизодам незаконного выделения земельных участков. Прокурор в прениях просил приговорить подсудимого к 11 годам лишения свободы. Однако судья назначила ему путем частичного сложения наказаний 9 лет колонии общего режима. Также суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. В Каспийском море в Дагестане едва не утонул корабль «Балтийск». Судно занималось дноглубительными работами вдоль побережья. Вчера из-за сильных ветров, порывы которого достигали более 20 метров в секунду, трос якоря оборвало и судно стало уносить в открытое море. Несмотря на сильную качку «Балтийска», экипаж удалось своевременно эвакуировать, а корабль отбуксировать к берегу. На подготовку объектов энергетики Дагестана к зиме выделено 952 млн. рублей. Об этом сообщает Дакэнерго. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется заменить более 5000 деревянных и железобетонных опор линии электропередачи, более 23 км проводов и 126 трансформаторов. Все работы энергетики планируют завершить до 1 ноября. Городской штаб по поддержке семей мобилизованных махачкалинцев создан по поручению Салмана Дадаева. Работу штаба, который будет взаимодействовать и помогать семьям, чьи родственники были отправлены на СВО, мэр возглавит лично. К процессу привлекут все службы и структурные подразделения администрации, а также сотрудников Министерства труда и социального развития. Мы вам сейчас дадим всем телефон. Если какая-то необходимость возникает, в обязательном порядке выходите, ваши родственники по этому телефону выходят на связь. И пока вы там, заботу о вашей семье мы берем на себя. Если какие-то вопросы по обеспечению, по выплатам, по образованию и так далее, это мы оперативно будем решать, что ваша голова не болит. Вплоть до того, что надо будет в больницу сама, в вашу больницу, в вашу семью. Телефон мы вам специально это дадим. Я лично туда захожу, контролирую, смотрю, какие обращения поступали, какая помощь необходима, что нужно сделать. И у нас в Махачкале никто стороне от этого не остался. Вот буквально сегодня ко мне пришел один наш махачкалинский бизнесмен. У него большая клиника. Те ребята, которые оттуда вернулись какими-то там заболеваниями, контузиями или еще чем-то, он берет их полное обследование, медицинское обеспечение, реабилитацию на себя. Тем временем очередная группа мобилизованных отправилась в республиканский специализированный сборный пункт из Каспийска. По словам военкома города, Марата Пашаева уже на месте молодых людей экипируют, а после боевой подготовки направят в соответствующие подразделения. Будущих солдат провожали представители администрации города, ветераны-афганцы и родные. Ну и, конечно, дай Аллах, чтобы все, кто туда прошли, вернулись обратно, живыми и здоровыми, чтобы матеря их увидели, обняли, жен своих обнять, детей обнять. Как я думаю, может эта война когда-нибудь закончится, все это прекратится, и люди заживут мирно. Дай Бог всем ребятам, кто поедет, заслужит, всем защищать свою родину, всем здоровье, чтобы жив и здоровье все вернулись. И родителям терпение, чтобы дождались своих сыновей. А в Кизлярском районе, пока мобилизованные ребята проходят комиссию, на улице их ожидает вкусная еда. А все благодаря неравнодушному местному жителю. Газимагомед Газимагомедов каждое утро приезжает к военкомату и готовит в огромном казане плов и заваривает чай в самоваре. Мужчина угощает ребят и их родных. Плов газимагомеда успели оценить даже жители Бердянска. Летом он поехал туда с гуманитарным грузом и накормил почти 4000 горожан. Все заработанные деньги мужчина тратит на помощь другим. 4 октября система гражданской обороны России празднует 90-летний юбилей. В ходе своей работы структура отвечает за информирование населения при чрезвычайных ситуациях и военных действиях. Мероприятия в честь праздника проходят и в республике. В частности, для дагестанских школьников спасатели МЧС провели познавательную экскурсию, поделились своим опытом. Среди мальчишек сразу же нашлись желающие примерить на себе защитную форму огнеборца. А тем временем другая группа занималась со спецоборудованием. К примеру, с помощью таких гидравлических ножниц можно вытащить человека, которого зажали в машине в результате ДТП. Гидрофонка. Интернет называется Гидрофонка. С помощью нее можно открыть дверь, расширить шель и увеличить возможности для работы. Также ребята понаблюдали за процессом работы оперативных дежурных и диспетчеров системы 112. Сотрудники МЧС рассказали гостям об истории становления и развития гражданской обороны. Сегодня проводится занятие гражданской обороны для школьников города Махачкалы. С показом техники детям проведены различные занятия. Они сами опробовали инструменты. Всем детям роздали методический материал, памятки действий при различных члевчайных ситуациях и способах защиты от члевчайных ситуаций. МФЦ Дагестана стал победителем всероссийского конкурса, который ежегодно проводится среди многофункциональных центров страны. Наш регион единственный среди участников, который выиграл сразу во всех номинациях. Лучшая региональная сеть, лучший проект и лучший универсальный специалист. Оценка выводилась по широкому перечню критериев с акцентом на эффективность применения передовых методов и социальную значимость проводимых работ. Специалистов обслуживания оценивали в несколько этапов, в том числе в ходе профессионального и психологического тестирования. И к новостям о спорте. В Дагестане стартовали игры регионального этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». В селе Моноскент Карабудахкентского района прошел турнир среди детских команд, представленных в основном сельскими территориями. На поле вышли юные футболисты в возрасте от 7 до 9 лет. Всего было 20 команд, которые в течение двух дней определили финалистов. В решающей встрече игроки клуба «Юлдус» из Бабаюртовского района были сильнее сверстников из села Моноскент. Победителей наградили ценными призами, кроме того, они получили путевку на финальный этап турнира в Волгограде. Футбольный проект «Кожаный мяч детям» реализуется в 7 субъектах страны. Он направлен на вовлечение детей из отдаленных поселков к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 20 лет и заканчивают в 15. Но мы видим, что интерес к игре возникает и у более раннего возраста. Поэтому в этом году мы и решили провести соревнования для именно этой категории детей как подготовительный этап к большому кожаному мячу. Проект «Кожаный мяч» социальный проект и в первую очередь ставит задачи отличения детей от улицы ну и во вторую на втором этапе это естественно подготовка спортсменов и главное здоровье детей. Честно сказать мы очень рады что детско-юнический футбол у нас развивается в республике. Сейчас очень большое внимание уже начали уделять футболу. Мы этому рады и как видите показали хороший результат тоже. Я от себя тоже хотел бы Минспорту Зайнау Махмудовичу тоже поблагодарить за эту которую они организовывают все было на высшем уровне. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова